Алло-халло! Всем привет! С вами Фрау Анжелика. Сегодня мы поговорим с вами про буковку SZ. Это такая старенькая буква, которая уже практически не используется в немецком языке. Ее даже нет в немецком алфавите. SZ пишется вот так. Мы с вами как раз очевидцы реформы немецкого языка, которая началась в 2004 году. Конечно же, этот процесс длится не так быстро, все это происходит. И мы ее потихонечку заменяем на вот такое доппель S. Двойное согласное звучание буквы S. Аккуратно, Ахтунг, не путайте, пожалуйста, вот такую с длинным хвостиком SZ буковку D. Очень многие мои студенты задают вопросы, так это B, это совершенно другая буковка. Вы поймете после сегодняшнего видео, в каких случаях она используется, почему она до сих пор сохранилась и как она звучит. Ну что, поехали? Давайте возьмем пример, пусть будет слово Heißen. Heißen, это называться, это вообще самое популярное слово, потому что мы знакомы с новыми людьми, мы всегда говорим их Heißen Frau Angelika. То есть так, как нас все называют. Heißen, называться. Очень часто тоже все задают вопрос, а как будет его? Что его? Ну вот ее зовут. У нас в немецком все очень легко и просто. Мы всегда берем, кто я называюсь, он называется. И вы видите, что глагол Heißen сейчас в современном немецком языке использует правописание с Doppel S. Но иногда в некоторых учебниках, особенно старых изданиях, еще попадаются случаи написания с вот такой буковкой SC. Вы уже знаете, это не B, это как бы Doppel S. Ну и теперь попробуем просклонять, изменить этот глагол по лицам. И что мы с вами увидим. Итак, когда мы говорим про себя, ИХ ХАЙСЕ, корень, который мы отбрасываем ЕН, опускаем по лицам, и к этому корню мы всегда про себя добавляем Э. Вы уже это знаете, вы уже изучали мои предыдущие уроки, и любой глагол, как только мы берем что-то про себя, ИХ ГЕЙЕ, ИХ ВАРЫ, ИХ КОХЕ, ИХ ШНАЙДЕ, ИХ БУШТАБИРЫ. Это все, что действие про себя. То есть ИХ ХАЙСЕ, как бы дословно, я называюсь. Ну вот так меня все зовут. Или, конечно же, в красивом русском мы можем сказать, МЕНЯ зовут. Ну, а вот теперь АХТУНГ. Это как раз все то, что очень часто спрашивают. Теперь, когда мы будем говорить на ДУ или на ЭРЗИЭС, то есть во втором и в третьем лице, личное окончание, вы уже помните, на ДУ всегда очень звонко СТУ. Вот прям очень звонко. Ни в коем случае его не проглатывайте. ДУ КОМСТ, ДУ МАХСТ, ДУ ФЕРКАУВСТ, ДУ БУШТАБИРСТ. Чувствуете, вот такой звонкий СТУ всегда сопровождает того, к кому мы обращаемся на ТЫ. Это ДУ. И теперь, если мы возьмем наш корень, то есть то, что осталось, мы здесь увидим, что у нас ДОПЛЬС в корне и плюс же еще окончание СТУ. И получилось три С. Конечно же, такого не бывает. Зана-то слишком много ЦУФИЛЬ. И мы, естественно, будем от одной буковки С избавляться, убираем ее, то есть ее уже здесь нет. Когда мы говорим про него, его зовут или ее зовут, она называется. Точно так же мы берем корень и добавляем ТУ. Здесь все понятно. И теперь вы увидели, что у нас здесь, убрав одну буковку С из корня, там, где был ДОПЛЬС, у нас получилось ДУ ХАЙСТ и ЭРЗИС ХАЙСТ. То есть, в принципе, они совпадают на письме. Мы будем их одинаково писать. Просто мы теперь с вами проделали вот такую большую работу и понимаем, почему произошло вот такое совпадение. Прежде всего здесь СТУ, это окончание на ДУ, а здесь ТУ, но в корне-то было у нас два С, и поэтому глаголы получили одинаковое и произношение, и написать. Давайте еще потренируем. Возьмем глагол ЭСН, это КУШАТ. Ну, кроме того, что он здесь в корне имеет ДОПЛЬС, это то, о чем мы сегодня с вами говорим, в корне ДОПЛЬС про себя мы можем сказать ИХ ЭССЫ. Все очень легко и просто. Но этот глагол еще особенный, потому что он не только в корне ДОПЛЬС, а он еще относится к категории сильных, неправильных глаголов. Если вы забыли, что это за глаголы, можете сейчас перейти по ссылочке. Отдельный видеоурок, там, где мы разбираем все глаголы, у которых в корне было Э, и это гласное переходило на И, но не везде, а только на ДОПЛЬС и на ЭРЗЕСС. То есть, про вот эту гласную мы говорим. Если ИХ ЭССЫ, то ДУ ИСТ и ЭРЗЕСС ИСТ. Да, вы помните, что сильные глаголы изменили. Ну, и все остальное, то, что у нас было в корне, только поменяли буковку Э. Что мы теперь увидели? Опять-таки, мы помним, что на ДУ нужно всегда добавить звонкое СТ. А он кохт, эрмахт, эргейтт. Вот эта буковка Т всегда сопровождает он или она или оно в третьем лице. Что мы опять увидели? С чем мы столкнулись? Тем, что уже в корне было 2С, плюс еще одно от окончания на ДУ и опять 3С. Ну, нет, не бывает такого. Конечно же, мы сейчас одно С убираем. И теперь вы увидели, что точно так же две формы опять будут совпадать и на письме, ну и, соответственно, на произношении. ДУ ИСТ, ЭР, ИСТ. Чувствуете, как оно звучит? Практически одинаково. Но мы-то проделали сейчас опять большой огромный труд, задачку в несколько действий, чтобы сформулировать На самом деле, таких глаголов достаточное количество, поэтому не путайте с буквой СЦ, то, с чего мы сегодня начали в этом видео. Конечно же, это процесс очень долгий, пока все шильды поменять, книги, перепечатать. Это, естественно, требует большого времени. То же самое, вот, как в старославянском. Еще раз, буковка СЦ, это очень старая, древняя, которая в современном немецком уже просто потерялась, исчезает, ее уже скоро вообще не будет. Процесс долгий, длительный, но избавляемся, помним, что предпочтение в правописании отдаем все-таки дополь С. Я очень часто сравниваю с русским. Когда у нас в старославянском, в нашем прародителе русском, была вот такая буковка Эть называлась. То есть сейчас мы ее, естественно, уже не то, что не встретим, мы даже не можем распознать, а что это такое. Эть уже прошло более 100 лет, поэтому, конечно, все новые поколения, генерационные, уже такое не знают. Но это был прародитель язык, старославян, на базе которого начали развиваться другие славянские языки. Вот в русском языке эту буковку Эть превратили в О. То есть оно стало МОЛОКО. Болгары, например, из этого услышали МОЛАКО. То есть это буквы, которые Э, вот она нейтральная была. И каждый народ, каждый язык формировал, как-то для себя, принимал форму диалектизмов. И вот оно в современный язык пришло по-разному. Кстати, в польском эта буковка вообще выпала, но они естественные. А эта буковка на Э пришла, МЛЕКО, да, то есть это исчезло. А польский язык это тоже старославянский. Поэтому, конечно же, буквы Эть уже в нашем русском современном алфавите даже нет. Ну, и вот так вот все это потихонечку развивается. Поэтому ЭСЦЭТ мы стараемся вот на всех наших семинарах, на гюльтэтренингах каждый раз заостряет внимание. Вы же всем доносите, вот слушателям, ученикам, студентам, чтобы они не пугались. Да, еще эта буковка будет встречаться, но потихонечку мы все-таки ее отдаем в дополь С предпочтение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, приходите на онлайн-обучение и мы подробно узнаем все нюансы немецкого языка. ЧУЮС! Ахитер Сейн!